Мало кто знает, но по состоянию на 2021 год, в Азии ежедневно находят древние захоронения и таинственные усыпальницы древних китайских императоров. Да и к этому ко всему мы с вами уже привыкли, однако недавно археологи в Азии обнаружили такое, от чего даже у вас, сидя по ту сторону экрана, волосы встанут дыбом. Но внимание, не только в Азии, но и в Антарктиде, под водой и еще во многих других местах нашей планеты, потому что сегодня мы подготовили для вас топ 200 самых удивительных находок по всей планете, которые просто взорвут ваш мозг. Приготовьтесь, мы с вами отправляемся в гигантское часовое путешествие по всей планете. Присаживайтесь поудобнее, вы на канале ТОП ФАКТС, приятного всем просмотра и погнали! Начнем наш выпуск с находок в Азии. Пару лет назад в интернете завирусилась фотография, на которой изображен мост, опирающийся на две огромные каменные руки. Знатоки назвали эту скульптуру руками бога, а некоторые посчитали, что это и вовсе фотошоп. Споры продолжались ровно до тех пор, пока пару лет назад группа археологов не обнаружила в джунглях Вьетнама то самое творение. Удивительные руки находятся в пригороде города Дананг на высоте в 1400 метров. Как позже станет известно, данную скульптуру построил один известный азиатский инвестиционный фонд. Стоимость работы и прокладка моста длиной всего в 150 метров обошлась примерно в 2 миллиарда долларов. Большая часть средств упала как раз таки на удивительные каменные руки, ставшие впоследствии визитной карточкой самого Вьетнама. Обычные иероглифы на полях делали рук креативных фермеров, однако то, что ученые обнаружили на территории Казахстана, не поддается никакому логическому объяснению. Вы только посмотрите на это. Эти загадочные структуры были случайно обнаружены археологом-любителем Дмитрием Деем, который использовал гугл-карты для поиска местных пирамид. Они были построены неизвестной цивилизацией в районе современного северного Казахстана. Предположительный возраст рисунков составляет 5000 лет, и дабы понять их по-настоящему шокирующие размеры, скажем одно, их очень хорошо видно из космоса. Тропический монстр Представьте, что вы встречаете в лесной реке рыбу, которая считалась уже вымершей сотни тысяч лет назад. Как минимум, вы бы были очень сильно удивлены, а максимум, позвали бы ученых, чтобы зафиксировать свою уникальную находку. Так произошло в одном из заповедников Камбоджи, когда группа туристов случайно увидела в воде огромную рыбу. Это была Арапайма, трехметровый хищник, который жил на нашей прекрасной планете еще во времена динозавров. Длина этого чуда природы составляет целых три метра, поэтому неудивительно, что видео с ее поимкой стало настоящей сенсацией. В данный момент особь находится в Индонезийском океанариуме, радуя своей невероятной красотой миллионы туристов. Вы верите в левитацию объектов? А зря, ведь в Индии есть уникальный храм Ла Пакше, в котором огромная мраморная колонна буквально парит над землей. Местные священники развлекают туристов, подсовывая под нее свои пальцы, уверяя их, что данный эффект полета не что иное, как воля Божья. На самом деле это хитрый инженерный ход, до которого додумали строители аж в 1583 году. Да-да, это было настолько давно. В 2010 году с учетом современных технологий была предпринята попытка повторить подобный трюк. Однако, несмотря на работу лучших строителей мира, работа провалилась. Даже не могу представить, на что были способны строители тех времен, что даже наши современные технологии не смогли такого повторить. 8100. Именно столько солдат должны были охранять гробницу великого китайского императора династии Цинь, Ши Хуан Ди. Как вы уже могли догадаться, речь идет о легендарной терракотовой армии, которая до сих пор не дает покоя археологам со всей планеты. Для создания уникальных солдат потребовались усилия более чем 700 тысяч рабочих, а само строительство длилось целых 38 лет. Впервые армия была обнаружена в 1974 году, однако раскопки продолжаются и по сей день. Последние крупные захоронения специалисты отыскали в 2020 году, что говорит о том, что количество найденных терракотовых военнослужащих будет со временем увеличиваться. Одной из главных научных загадок последних пяти лет являются мистические иорданские круги. Эти огромные структуры сделаны из каменных стен высотой всего в полтора метра и окружностью радиус которой составляет полкилометра. Впервые они были обнаружены в 20-х годах прошлого столетия, однако с развитием аэрофотосъемки ученые начали проявлять повышенный интерес к этим непонятным сооружениям. Несмотря на обилие самых передовых технологий сегодня, специалисты до сих пор не знают, когда были построены круги и для чего вообще они были сделаны. Тем не менее, на основании артефактов, обнаруженных вблизи этих структур, археологи предположили, что они были построены по крайней мере более двух тысяч лет назад. Доисторический моллюск. 200 миллионов лет. Именно такой возраст у создания найдено в одном из водоемов Бангладеша. Ученые, проводившие исследования, были шокированы, что в сантиметре от них плавает не что иное, как щитень обыкновенный. Это прямой родственник многим знакомого мечехвоста. Этот карликовый обитатель пресных вод достигает в длину всего 11 сантиметров, являясь точной копией своих предков из юрского периода. Раньше считалось, что щитень обитает только в Европе, однако в этом году эта информация была целиком и полностью опровергнута. Место номер три. Килимуту. Три озера на вулкане Килимуту являются настоящим символом Индонезии. На высоте 2000 метров расположено несколько кратерных водоемов, каждый из которых окрашен в свой собственный цвет. При этом у каждого есть свое уникальное название, не говоря уже о сакральном предназначении. Так, озера Килимуту в течение нескольких лет меняют свою окраску от черной до бирюзовой, красно-коричневой или даже зеленой. Озеро на западе вулкана называется Тиву-Атамбупу – озеро стариков. Другие два называются Тиву-Нуамури-Кох-Таи, что переводится «озеро мальчиков и девочек», и Тиву-Атапола – «заколдованное озеро». Дорога к ним пробегает по крутому горному серпантину, однако если вам даже удастся побывать когда-нибудь в этих местах, то обязательно посетите это уникальное место, в котором также можно и искупаться. А вот и еще одно азиатское чудо природы – китайский каменный лес. Это огромные горы, образованные карстовыми образованиями под действием тектанических движений. Ученые считают, что примерно 300 миллионов лет назад это место было морским дном, но море высохло и оставило после себя такую природную аномалию. Согласно расчетам, площадь этого уникального заповедника составляет свыше 350 квадратных километров, а сам каменный лес является объектом охраны организации ЮНЕСКО. Монах Шаолинь Находки могут быть не только археологическими, но и социальными. Всем давно известно о чудесах, которые могут сделать монахи Шаолинь. Им не страшна боль, они могут часами стоять на одной ноге и в превосходстве владеют древнейшими боевыми искусствами. Однако мало кто знает, что они могут ходить по отвесным скалам на двух ногах. В интернете есть множество видео, когда профессиональный альпинист карабкается в гору, в то время как монах просто идет по камням с наклоном в 75 градусов. Это же просто невероятно. Видимо в храмах их учат преодолевать и бороться с законами физики, ведь других логических объяснений увиденному у меня просто нету. Теперь поговорим про самые невероятные находки под водой. Затерянный город В прошлом шумный мегаполис, ныне затопленный и забытый египетский город-призрак. Впервые он был обнаружен у берегов Александрии Египетской и с тех пор в нем регулярно проводятся раскопки. На протяжении веков город Гераклеон был окутан мифами и легендами. Его посещали Парис и Елена Троянская, и он упоминался многими древними историками, в том числе Геродотом. Гераклеон был затоплен примерно 1200 лет тому назад. И недалеко от его побережья археологи нашли сокровища египетского города. Гигантские статуи, каменные плиты с египетскими надписями, десятки кораблей, золотые монеты, бронзовые статуи и еще множество другого всего интересного. Гераклеон был унизан сетью каналов, поэтому его можно назвать своего рода древнеегипетской Венецией на островах которого располагались небольшие дома и святилища. На сегодняшний день никто точно так и не знает, как когда-то великий город оказался полностью под водой. Гигантский глаз Представьте, что вы спокойно идете по пляжу, а потом видите, что какая-то вещь в буквальном смысле смотрит на вас. Да уж, из всех вещей, которые может выбросить море, оно решило порадовать нас именно большим голубым глазом. Этот шар размером с мяч для бейсбола появился на берегу Помпана Бич во Флориде в 2012 году. Его забрала комиссия по охране рыбы дикой природы, которая отправила его на проверку, чтобы разобраться, что же это за такое необычное существо. Сначала думали, что это гигантский либо исполинский кальмар, но из-за костей, окружающих глазное яблоко, стало понятно, что кальмаром это точно не может быть. В конце концов выяснилось, что это глаз-меч рыбы, которая меньше исполинского кальмара, но уж точно не карася. Скорее всего, рыбак ее поймал, вырезал глаз еще в море, позволив одинокому бедняге приплыть на берег. Если ночные кошмары, то теперь точно только с этим глазом. Подводная река Подводная река? Да, вы все правильно расслышали, но как река может течь под водой? Она же уже как бы по своей сути вода. Аквалангисты обнаружили секретную подводную реку под названием Синод Ангелита на полуострове Юкатан в Мексике. Река образовалась из-за обрушения потолка пещеры, из-за чего открытый грот заполнился соленой пресной водой, а также из-за слоя сероводорода, находящегося на глубине. Синод Ангелита кажется совершенно обычным гротом на поверхности, но если вы нырнете вниз примерно на 30 метров, перед вами откроется вид дна со множеством голых стволов и веток деревьев. При погружении появляется легкое чувство опьянения из-за призрачного тумана внизу, и все кажется таким сюрреалистичным, что в это просто невозможно поверить. Эффект усиливается под воздействием азота в вашем мозге. Как-то так компании, предлагающие дайвинг-туры, и описывают это удивительное явление природы. Гигантская ремень рыба Несомненно, физические достоинства гигантской ремень рыбы делает ее самым странным обитателем глубоких вод. Так называемый сельдяной король, покрытый блестящей чешуей с красным плавником вдоль всего тела, может достигать в длину размеров школьного автобуса. Счастливчики, которым удалось увидеть рыбу на поверхности моря, часто принимали ее за морскую змею. Благодаря своему уникальному внешнему виду, ремень рыба даже упоминается в японском фольклоре под именем «Посланник из Дворца Морских Богов». Сельдяной король издавна считается предзнаменованием стихийных бедствий, это землетрясение и даже цунами. Миф стал еще популярнее, когда за год до катастрофы на Фукусиме более десятка этих существ выбросило на берег. Но ученые все отрицают, и они уверены, что причиной является глобальное потепление или же движение земной коры. Площеносная акула Поздоровайтесь с площеносной акулой, самым очаровательным и в то же время самым страшным существом, живущих в темных глубинах океана. Представители этого вида напоминают змеевидных динозавров. Площеносные акулы настолько редко встречаются в естественной среде обитания, что у ученых не было никаких сведений о них до 2004 года. Считается, что они живут в океане уже целых 80 миллионов лет. Их доисторическое происхождение просто очевидно из-за такого внешнего вида. Голова очень похожа на змеиную, во рту находится более 300 зубов, расположенных в 25 рядов. Охотятся они на добычу размером в половину длины своего тела, поэтому если вы окажетесь в такой пасте, то назад выбраться уже не получится. Эти акулы довольно мускулисты, и они двигаются почти как обычные змеи. Рыбак из Австралии, поймавший одного из этих монстров, рассказал, что он был как большой угарь, а голова была похожа на монстра из фильма ужасов. Знаете ли вы, что неподалеку от залива Малинер есть очень жуткие статуи, которые живут под водой? Они вроде как начали размножаться, и теперь их там целая куча. Почему же они размножаются, и как они вообще могут быть живыми, давайте в этом разберемся. Мужчина по имени Джейсон Деклер Тейлор создал подводный сад статуи в 2004 году. Его так полюбили аквалангисты, что у побережья Канкуна был создан новый парк, где вы можете увидеть вот эту скульптуру. Эти глаза кто-то прифотошопил, на самом деле они закрыты и не двигаются, однако скульптура живая. Эти подводные шедевры были созданы из кораллов, которые стали домом для всех видов морских организмов. Если внимательно присмотреться, их можно увидеть даже на лице этой статуи, но похоже это на что-то из фильмов об апокалипсисе. На статуи довольно страшно смотреть, а новые обитатели доказывают, что они всегда движутся. Это довольно необычная галерея для дайверов, которая к тому же помогает морской жизни процветать в этом районе. Древние таблетки Если вы долго не прибирали свой ящик с лекарствами, вы, конечно, можете найти очень старые препараты, но они никак не будут старше того, что нашли на дне моря у берегов Италии. Археологи, исследовавшие древнее кораблекрушение, наткнулись на очень редкую находку. Плотно закрытый жестяной контейнер с хорошо сохранившимися пилюлями, датируемыми примерно 130 годами до нашей эры. Анализ этих древних серых таблеток выявил состав на основе цинка, оксида железа, крахмала, смеси животных и еще многого всего другого. А недавно и вовсе выяснилось, что эти таблетки использовались для промывания глаз. Наличие аптечки наводит на мысль о том, что на корабле мог быть врач или кто-то еще, обладающий навыками элементарной первой помощи. Находка внесла некий проблеск в историю медицинской практики римской эпохи. Подводная статуя Джейсона Вурхиза Если вам недостаточно эмоций при просмотре фильмов ужасов, по-настоящему испугаться вам поможет именно вот эта подводная находка. В северной Миннесоте на дне озера Кросби кто-то установил памятник Джейсону Вурхизу, одному из самых известных убийц Голливуда. Теперь у каждого дайвера, нашедшего эту статую, есть шансы получить сердечный приступ. Автор статуи говорит, что памятник установлен на большой глубине, чтобы было еще страшнее. Он также снял на видео погружение скульптуры и загрузил его на ютуб в 2013 году. С тех самых пор он вызывает мурашки по коже и пугает людей, которые и так боятся плавать. Хотя Джейсон не настоящий, представьте как бы вы отреагировали, если бы вдруг на него наткнулись. Вы бы определенно захотели задушить его за то, что он сделал ваши худшие кошмары реальностью. Кальмар-вампир Существует ли кальмар-вампир? Да, он настоящий, но не волнуйтесь, это не настоящий вампир и даже не настоящий кальмар. Научное название этого уникального существа переводится с латинского как кальмар-вампир из ада. Получило оно свое яркое название не потому, что питается кровью, а из-за своей кроваво-красной окраски и шипованного плаща, похожего на паутину. Этот вид обитает в почти полностью темных водах мезопилагической зоны. Хотя поза, которую он принимает, может выглядеть устрашающе, но удивительно, что кальмар-вампир на самом деле даже не убийца. Это странное животное удовлетворяет свой аппетит планктоном и гниющими остатками дохлой рыбы. И так как они находятся очень глубоко, о них практически ничего не известно. Массивный подводный нож Ничего не известно об этом загадочном изображении, мы видим только большой нож, который держат три водолаза. С тех пор, как изображение попало в сеть из анонимного источника, оно мгновенно разлетелось по сайтам, социальным сетям и форумам дайверов. Удивительно, что люди, держащие этот гигантский нож, никогда не появлялись на публике с заявлением о своей находке. Во всяком случае, многие считали это пруфом существования гигантов, правящих с землей десятки тысяч лет назад. Казалось бы, а что от нас такого может скрывать Антарктида? Кажется, что Антарктида настолько далекое место, что каких-то находок там просто не может быть. В это реально сложно поверить, но как раз таки там и происходят все самые странные и необычные вещи, о которых мы поговорим с вами прямо сейчас. Антарктида почти полностью покрыта ледниками, но под ними скрывается обычный рельеф земли и даже несколько действующих вулканов. Недавно ученые обнаружили, что один из вулканов растопил ледник. Но это произошло не из-за разового извержения, а из-за непрерывного теплового излучения, длившегося так долго, что это привело к образованию теплых пещер подо льдом. Эти пещеры под ледяным куполом расположены на горе Арабист на острове Роса. И это не просто один большой грот, мы говорим о целом лабиринте коридоров. Ученые полагают, что в глубине этих пещер может существовать какая-то форма жизни, которая получает тепло от вулкана, воду и солнечный свет, проходящий через весь слой льда. Ведь Антарктида подвергается интенсивному солнечному излучению. Предполагается, что с таким же успехом может существовать замкнутая, но разнообразная экосистема. Помните те научно-фантастические фильмы о динозаврах, живущих под слоем льда? Так вот, что-то подобное может происходить и тут. Эксперты уже обнаружили следы ДНК, которые пока что не удается идентифицировать. Как думаете, какие организмы могут жить в этой среде? Однако это не является самой странной загадкой Антарктиды. Континент из-за своей удаленности и холода кажется застрявшим не только во льдах, но и во времени. Может ли что-нибудь интересное произойти в месте, где почти нету жизни? Как оказалось, может. Иногда этот белый материк и правда может казаться пугающим. Например, недавно на гугл-картах было замечено гигантское человеческое лицо. Это силуэт человека или инопланетянина размером с гору, похожий на фрагмент статуи, торчащий из-под снега. На этом снимке отчетливо видны рот, нос и пара глаз. Возможно, это руины цивилизации, которая когда-то тут была, или дело рук инопланетян. Тут уже кто во что поверит. А может это просто уловка матери природы, то есть результат деятельности ветра и мороза. На самом деле эксперты утверждают, что это просто гигантский сугроб. Но что действительно странно, так это появление огромных дыр во льду размером с Южную Каролину или Колорадо. Таких же размеров Калининград, Ставрополь или Нижневартовск. Просто вообразите дырку размером с целый город. Таинственный пролом был впервые обнаружен в 2016 году, а затем снова в 2017. Первоначально он имел площадь в 9600 квадратных километров, но постепенно он вырос до гигантских 100 тысяч. Пятно появилось прямо посреди морского ледяного щита. Так почему же это произошло? Почти полвека ученые ломали над этим головы, пока до них не дошла гениальнейшая мысль. В 2019 году ученые из Вашингтонского университета попросили помощи НАСА в изучении льдов с помощью спутников. Оказалось, что из-за изменения климата Земли, такие гигантские дыры в Антарктиде будут появляться все чаще. Причина этого заключается в том, что холодные воды подо льдом смешиваются с теплыми течениями, а затем теплая вода поднимается вверх и лед тает с молниеносной скоростью. Удивительно, что дыра размером с американский штат появилась в два щелчка, ну очень быстро. Так почему же это происходит с такой гигантской скоростью? Причина кроется в плато с массивной подводной горой, настоящим подводным Эверестом. Эта морская гора расположена близко к Полынье. Ее формы и рельеф усиливали поток теплой воды, который буквально смыл лед, как из шланга. Однако, хотя ледники простираются далеко за пределами Антарктиды, мы должны помнить, что под большей частью находится суша. В отличие от Северного полюса, Южный – это не просто замерзший океан, а континент под ледниками, который весят сотни тысяч тонн. И вся эта гигантская масса давила на Землю миллионы лет. И как-то даже неудивительно, что здесь найдена самая низшая точка суши на планете. Открытие было совершено группой исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета Вырвения. Они нашли каньон, особенно пострадавший от давления льда. Это место находится под ледником Денман. Его глубина 3,4 километра ниже уровня моря. Для сравнения, Нью-Йорк, расположенный у попережья океана, то есть в низменности, находится на высоте в 10 метров над уровнем моря. А Денвер, который считается одним из крупнейших горных городов Соединенных Штатов, расположен на высоте в 1,6 километра. Учитывая, что минимальная толщина океанической коры колеблется в пределах от 500 до 600 метров на протяжении 5-7 километров, можно сказать, что ледник вдавил материк в мантию планеты почти наполовину. Можете себе представить, сколько нужно времени, чтобы протолкнуть целую долину настолько глубоко. И да, мы только набираем разгон, поэтому не спешите выключать это видео, так как далее вас ждет еще более шокирующая информация. Антарктида — это то место, где действительно можно узнать многое о прошлом человечества. Всем известно, что около 65 миллионов лет назад большинство динозавров на нашей планете вымерло. Благодаря этому млекопитающие птицы получили возможность для развития. Но какие виды существовали в тот период? Кто занял место динозавров? Кто стал самым опасным и хитрым хищником после тиранозавров? Ученые, исследующие Антарктиду, выяснили кое-что, во что вы никогда и ни за что не поверите. Оказывается, на протяжении сотен тысяч лет доминирующими хищниками в южном полушарии планеты были крупные и грозные пингвины. Это очень дальние родственники современных пингвинов. Они были быстрее, агрессивнее и намного крупнее своих потомков. Древний пингвин был ростом с человека и весил аж 120 килограммов. Так как климат был мягким субтропическим и не было никакой необходимости защищать себя от холода, их тело состояло не из жира, а из горы мышц. Оно немного отличалось от тел современных птиц наличием более сильных ног и пропорций, напоминающих альбатроса. На самом деле, их ближайшие родственники не пингвины, а буревестники и альбатросы. Скелеты этих пингвинов были найдены на островах материковой части Антарктиды. Оказывается, они жили примерно 62 миллиона лет назад, поэтому можно смело предположить, что птицы утратили способность летать и стали водоплавающими именно потому, что летающие динозавры с удовольствием на них охотились. Говоря о динозаврах, именно останки древнего ящера-листозавра подтвердили теорию суперконтинентов, которые существовали сотни миллионов лет назад. Во-первых, останки листозавра были найдены и на других континентах, кроме Антарктиды, хотя он не умел плавать. Во-вторых, во время археологической экспедиции в Антарктиде был найден скелет цинодонта. Подобные останки были найдены также в Южной Америке и Индии. Вот почему ученые считают, что Антарктида была одним целым с другими частями света. Южной Америкой, Индией, Африкой и Австралией. Существовали древние суперконтиненты Гондвана и Лавразия. К тому же климат в Антарктиде был гораздо теплее. Тут росли густозаселенные субтропические, даже тропические леса в Антарктиде, представьте. А еще континент находился чуть ближе к экватору на юго-западе Тихого океана. Например, подо льдом в западной Антарктиде геологи и ученые из НАСА обнаружили ранее неизвестное огромное подземное озеро. Только вместо воды оно заполнено магмой. Все дело в том, что на земле Мари Берт есть целый ряд действующих мини-вулканов. Они нагревают эту территорию примерно с той же интенсивностью, что и Йеллоустоунский супервулкан. Примечательно, что нет никаких разрывов в земной коре или каких-либо других видимых знаков существования вулканов. Ученые считают, что там находится так называемый шлейф. Гигантская грибовидная структура, которая возникает из магма на поверхности планеты. Все эти открытия и загадки, какими бы интересными они ни были, связаны с Антарктидой, местом, которое большинству людей кажется отдельным миром. Ну а теперь приготовьтесь к настоящему шоку. Антарктида внесла свой вклад в освоение космического пространства и открытие внеземной жизни. Вот вы думали, что для успешного поиска инопланетян необходимо строить космические корабли? А вот и нет. В 1984 году в Антарктиде был найден метеорит Аллан-Хиллс 84001, подвергающийся исследованиям все прошедшие десятилетия. Согласно самым первым анализам, ученые обнаружили, что это не просто кусок скалы, который летает в космосе. Это метеорит-осколок из Марса. Но что же могло произойти на Красной планете, пока ее осколок так долго бороздил космос? Ведь среднее расстояние между планетами составляет около 225 миллионов километров. Конечно, некоторые из вас могут сомневаться, но это доказанный факт. Прежде всего, состав почвы идентичен образцам марсианских пород. Во-вторых, есть включение изотопов, которые полностью соответствуют таковым в атмосфере этой планеты. Но это не самое важное открытие. В недрах скалы были найдены ископаемые остатки древних бактерий. Более того, до сих пор неизвестно, являются ли эти бактерии земными или марсианскими. Тот факт, что останки бактерий похожи на микроорганизмы Земли, говорит в пользу первой теории, так как вода необходима для их существования. Но жидкость на Марсе похожа по составу на антифриз. Может ли хотя бы небольшое количество бактерий выжить при таких условиях? Да и с другой стороны, как могли земные бактерии попасть вглубь метеорита? Микроорганизмы вряд ли будут пытаться проникнуть в камень, упавший миллиарды лет назад. Да, ученым еще стоит сильно постараться, чтобы полностью во всем разобраться. Теперь поговорим про самые загадочные заброшенные города, которые ученым недавно удалось обнаружить. Город Фомагуста Вы не поверите, но в этом огромном красивом курорте Кипра не проживает ни одного человека. Хотя раньше этот город посещали знаменитости со всей планеты. Что же с ним такого стало, спросите вы? В 75-м году сюда напала турецкая армия, которая изгнала греков из их домов. Город стал городом-призраком, ведь согласно резолюции ООН, в него могут вернуться только жители. Сегодня этот прекраснейший участок планеты очень медленно поглощает природа. Город Хасима Хасима был брошен на произвол стихии в 1974 году. Величайшие силы природы и время привели к разрушению зданий, в которых обитают призраки живших здесь когда-то шахтеров. Город очень внезапно был покинут и оставлен на целые десятилетия. Хасима не похож ни на одно место в мире. Город стоит на крошечном острове и тут жили 5259 человек, что является самой высокой плотностью населения в истории. На пике его развития многочисленные семьи работали в пределах морской стены, которая окружает этот маленький остров. Но в 1974 году шахты были закрыты и жители в итоге покинули остров. А уже в 2015 году Хасима был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Хутуван На острове Шэньшань к востоку от Шанхая живет всего лишь пару человек. Хотя когда-то тут проживало более двух тысяч рыбаков. Каждый день сотни туристов посещают Хутуван, пробираясь по узким тропинкам мимо полуразрушенных заросших домов. Эта отдаленная деревня на острове была заброшена в начале 90-х годов. Жители переехали из-за проблем, связанных с образованием и доставкой продуктов питания, а уже в 2002 году Хутуван официально обезлюдила. После такого промежутка времени дома, оставшиеся в запустении, поросли кустарниками и вьющимися растениями. Город Пирамида На первый взгляд вроде бы как самый обычный город, но не хватает одной маленькой детали. Это, конечно же, его жителей. Пирамида была основана шведом в 1910 году, однако потом ее выкупил Советский Союз. В 80-х годах население составляло более тысячи человек. А свое название он получил в честь горы, которая имеет форму пирамиды. Теперь в основном ее посещают только чайки, песцы и белые медведи. Город Акармара Когда-то шумный угледобывающий город, теперь не что иное, как дремучий лес. Он расположен на Черноморском побережье Грузии. Войны и экономические перемены сократили его население от 5000 до всего 35. Как все мы с вами знаем, во время Грузии-Набхазского конфликта город был взят в осаду. И в течение целого года Акармара был отрезан от внешнего мира. Но город настолько красивый, что каждое лето тут просто нескончаемый поток туристов. Город Боди Исторический парк штата Калифорнии Боди – это настоящий город-призрак золотодобытчиков. Посетители могут прогуляться по пустынным улицам города, где когда-то проживало почти 10 тысяч человек. Он был назван в честь Уильяма Боди, который обнаружил в холмах небольшое количество золота. При обвале шахты была найдена золотая жила, что привело к ее покупке организации Standard Company. Люди стекались в Боди и превращали его из города с десятками жителей в целый мегаполис. Каждый день шахтеры направлялись в бары района Красных Фонарей, чтобы потратить свои огромные заработки. Смесь денег, золота и алкоголя иногда даже оказывалась смертельной. За пять лет Боди стал шумным городом с более чем в 10 тысяч жителей и производил золото с серебром более чем на 35 миллионов долларов. Но сегодня это всего лишь воспоминания, потому что от этого города остались какие-то деревяшки. Ордос-Сити Новый город Ордос, также известный как Кангбаши, мог стать домом для миллиона человек. И он был бы известен на весь мир своей массивной архитектурой, громадными жилыми башнями и современными спортивными сооружениями. Вся эта история началась около 20 лет тому назад. С началом великой монгольской угойной лихорадки, горнодобывающие компании устремились в зеленые степи и усеяли их огромными ямами. Местные фермеры продали свои земли шахтерам, из-за чего мгновенно разбогатели и в итоге появились новые рабочие места. Угля было настолько много, что его просто некуда было девать. Но высокие налоги на недвижимость и неважное строительство удерживали людей от заселения в этом городе. В 2016 году тут было всего 100 тысяч человек, таким образом город оставался аж на 70% пустым. Город Колманскоп На краю пустыни Намиб в юго-западной Африке покоятся руины великого города. Среди плавных изгибов песчаных холмов и выбеленных камней возвышаются богато украшенные здания, источая атмосферу спокойного достоинства. Необъятность пустынного ландшафта затмевают здания, а песок стремится их поглотить. Только когда вы приблизитесь к домам, вы сможете четко оценить их характерную немецкую архитектуру. И из-за большого потока туристов власти решили откопать и отреставрировать множество домов. Вы просто посмотрите на эту удивительную картину. Город Голдфилд Он расположен на небольшом холме между горами Суеверия и Голдфилд. Золото было обнаружено здесь в 1892 году и город очень быстро стал расти. Но когда золотая жила истощилась, Голдфилд стал городом-призраком, несмотря на присутствие нескольких упорных шахтеров, которые все же пытались найти новую золотую жилу. Все усилия были безуспешны до приезда Джорджа Янга, секретаря штата Аризоны. Он внедрил новые методы добычи и оборудования, и город начал медленно возвращаться к жизни. На короткое время новшества, конечно же, помогли удержать рабочих, но Голдфилд все же навсегда превратился в город-призрак в середине 20-х годов, сохранившись в первозданном виде даже через целый век. Город Калико По дороге в Лас-Вегас одним из самых захватывающих мест, где вы можете остановиться, является знаменитый город-призрак Калико. Этот уникальный представитель истории Калифорнии – отличное место для отдыха всей семьей. Вы можете прокатиться по старой шахте на трамвае, сделать парочку выстрелов в тире и даже разбить лагерь на ночь под холмами. А в магазине на главной улице продаются большие мятные леденцы и конфеты. Так что, если вы хотите отправиться в очень необычное путешествие, то советую подумать над этим вариантом. Город Крако Основанный в 8 веке, переживший эпидемии чумы и налеты грабителей мародеров, этот город все-таки был заброшен из-за оползня в 1991 году. Город расположен на высоте в 400 метров, и панорамный вид позволял жителям вовремя заметить приближающегося врага. Но, несмотря на свои преимущества, Крако был подвержен воздействию стихии. Именно многочисленные землетрясения, а также оползни, все-таки вынудили жителей покинуть этот город. Город Киламба Далеко не всегда города становятся призраками только из-за того, что их покинули. Некоторые города так и не заселили, например, огромный город Новосиди-де-Киламба около столицы Анголы. Он рассчитан на полмиллиона человек, и на строительство было истрачено более трех миллиардов долларов. В 2012 году город потихоньку начал заселяться, но в итоге по-прежнему остается призраком. Из-за того, что в Анголе очень мало представителей среднего класса, абсолютно никто не может позволить себе такое дорогое жилье. Бурдж-Аль-Бабас Вы не поверите, но вся эта сотня элитных домов была полностью заброшена. Комплекс находится между крупнейшим турецким городом Стамбулом и его столицей Анкарой. Вы только вдумайтесь, Бурдж-Аль-Бабас состоял бы из 732 одинаковых мини-замков, если бы его достроили до конца. Строительство началось в 2014 году, и теперь сотни домов остались покинутыми на разных стадиях постройки. Виной тому крах турецкой экономики, который привел к разорению застройщика. За комплексом числятся долги в размере 27 миллионов долларов, но результаты стройки, тем не менее, кажутся просто ошеломляющими. Город Сентрелия История этого города заставит вас не на шутку офигеть. Как поступают городские власти, когда в городе слишком много мусора и просто некуда его девать? В случае с этим городом в штате Пенсильвания было решено просто его сжечь. В мае 1962 года, как раз перед большим парадом в день поминовения, пламя достигло угольной жилы под землей. В это и правда очень сложно поверить, но почти 60 лет спустя под городом все еще горит пожар. В начале 80-х мальчик упал в земляной колодец, который внезапно образовался под его ногами. Его спас двоюродный брат, но было обнаружено, что горячий пар, исходящий из дыры, содержал смертельный уровень угарного газа. В результате правительство выделило целых 42 миллиона долларов на переселение всех оставшихся жителей. И даже по сей день город опасен для посещения и остается полностью заброшенным. Город Энэло, Тайвань Это район, состоящий из заброшенных зданий в форме летающей тарелки, спроектированной Мэттом и Сейронаном. Дома в виде загадочных летающих тарелок как будто переносят нас на другую планету или в какое-то постапокалиптическое будущее. Но уже в 80-м году строительство было приостановлено, когда застройщик объявил себя банкротом. Да и к тому же полагают, что в этих местах проживают самые настоящие привидения. В результате поселок был заброшен и вскоре стал называться городом-призраком. Ну и понимаете сами, не мог я не покопаться на гугл-картах и не найти для вас топ-10 самых уникальных и достаточно странных находок, в которые реально тяжело поверить. Итак, 10 самых странных находок, найденных на гугл-картах. Остров в озере на острове в озере Звучит довольно странно, не правда ли? Это супермаленький остров внутри кратерного озера, являющегося частью острова под названием Вулканический остров, который находится внутри озера Таал на острове Лусон Филиппины. Звучит как целая скороговорка, только попробуйте это выговорить. Однако самое удивительное это то, что хоть остров и считался единственным в своем роде, людям удалось найти похожее, даже более масштабное место в Канаде, куда никто никогда раньше не ступал. Оно занимает площадь в 160 соток и находится на острове Виктория. Согласитесь, мы бы никогда не узнали об этом месте, если бы не гугл-карты. Самое большое слово Представьте, вы один из самых богатых людей на планете, чего бы вам хотелось? Не хотели бы потратить немного денег, чтобы ваше имя заметили в гугл-мэпс? Именно так и поступил богач из Абу-Даби. Этот миллиардер нанял людей, чтобы высечь свое имя на песке острова Альфу Таиси, который является одним из его владений в Персидском заливе. Буквы составляют 800 метров в высоту и целых 3 километра в ширину. Они настолько велики, что их можно увидеть даже из космоса. Некоторые спутниковые фотографии показали, что поток воды проходит через все буквы. Выглядит все это очень пафосно, и я думаю, что люди способны на еще более безбашенные поступки, когда у них безграничное количество денег. Остров призраков Помните, как в фильмах герой находит карту, на которой обозначены неизвестные места, которые потом просто внезапно исчезают с карты? Так вот, что-то наподобие этого произошло с загадочным песчаным островом, который каким-то непонятным образом появился на разных картах, включая гугл. Он располагался на северо-западе Новой Каледонии, и после множества догадок в 2012-м сюда приплыла группа людей, но в этом самом месте была просто вода. В 2013 году написали статью об этом острове, в которой ученые объяснили, что песчаный остров – это ничто иное, как следствие ошибок человека, которые привели к тому, что этот остров отображался на разных картах более столетия. Но главный вопрос в том, что если этот остров и правда был, то как получилось, что он полностью исчез? Свастика На севере Казахстана с помощью гугл-карт можно найти более 50 геоглифов любой формы и размера, но самый безумный – это геоглиф свастики. В это трудно поверить, но ему уже примерно 2000 лет. Она до сих пор используется людьми для выражения ненависти, однако 2000 лет назад свастика была широко распространена в Азии и Европе и имела совершенно другое значение. На самом деле свастика всегда являлась символом удачи, который использовался во многих культурах, прежде чем начала ассоциироваться с убийственным режимом 20 века. Еще один интересный факт об этой свастике заключается в том, что она была сделана из дерева, в то время как другие геоглифы были из земляных курганов. В индийских религиях это символ божественности и духовности. Она олицетворяет жизнь и существование абсолютной силы, которая заставляет мир вращаться. Конечно, очень печально, что теперь этот символ несет в себе такое негативное значение, поэтому вполне логично, что многие могут не на шутку испугаться, найдя свастику на гугл-картах. Пугающая пентаграмма Подобно свастике есть еще один символ, который очень пугает многих людей. Речь идет о пентаграмме. Так как он связан с большим количеством странных вещей, те, кто увидел эту картину, были не на шутку напуганы. Как и предыдущая свастика, он тоже находится в Казахстане. Пентаграмма имеет диаметр примерно в 350 метров, что равно половине самого большого небоскреба планеты Бурж-Халифы. Довольно много для рисунка, вам не кажется? Когда люди узнали об этом символе, они начали ассоциировать его с сатанистскими культами, церемониями поклонения дьяволу и всевозможными жуткими идеями. Но удивительно, что эта пентаграмма была просто контуром парка, сконструированного в форме звезды. Линии парка покрыты деревьями и отмечены дорогами, что выделяет рисунок на карте еще больше. Да уж, большую фантазию имеют архитекторы. Инопланетное послание Когда смотришь на эту спираль с высоты птичьего полета, можно подумать, что она была создана чем-то внеземным. Кажется, что это портал в другое измерение или какое-то зашифрованное послание от древней цивилизации. Однако тот факт, что она находится посреди египетской пустыни, только делает ее более загадочной и интересной. Оказывается, это просто художественная инсталляция, которая называется «Дыхание пустыни». Она была сконструирована тремя архитекторами – Даная Страту, Александра Страту и Стелла Константинидис. Они построили этот шедевр еще в 1997 году, надеясь показать эту пустыню как состояние души. Картина составляет почти 100 тысяч квадратных метров, что объясняет, почему ее так хорошо видно на гугл-картах. Но, к сожалению, она недолговечна и скоро исчезнет благодаря естественной эрозии. Реклама на гугл-мэпс Реклама давно заполонила нашу планету. Ютуб, Инстаграм, Вконтакте. Кажется, что все стараются заполучить ваше внимание, независимо от того, какую социальную сеть вы используете. Некоторые маркетологи очень сообразительны и понимают, что люди в свое свободное время частенько зависают в гугл-мэпс. Именно поэтому они показывают логотипы своих брендов на огромных экранах. Ярким примером является самый большой логотип Кока-Колы в мире, который расположен на склоне холма в Чили. Он был собран из 70 тысяч пустых банок Кока-Колы, поэтому и отлично просматривается на карте. Другой пример – это логотип Киевси на внеземном шоссе в Неваде. В общем, если вы любитель позалипать в гугл-картах, то, скорее всего, вы увидите еще немало таких примеров. Очень странное фото Да, скорее всего, это фотошоп, и как по мне, так это выглядит максимально неправдоподобно, я бы сказал, процентов так на 99. Мне просто интересно, откуда взялась эта фотография, и нужна ваша помощь. В интернете очень бурно обсуждали эту фотографию, и известно только то, что это место на гугл-картах находится где-то неподалеку от Дубая. Я очень хотел найти координаты, чтобы посмотреть на это, но нашел только такой снимок, максимально похожий на предыдущий. Но все равно он очень странный, поскольку размеры крокодилов такими просто не могут быть. Может, снимок этого крокодила и правда настоящий, просто увеличенный в сотни раз. Если вы вдруг хотите мне помочь это найти, то отправляйтесь в Дубай и ищите неподалеку от Пальмовых островов. И если вдруг вы найдете что-то подобное, то обязательно напишите координаты в комментарии. Ну а теперь самая интересная находка нашего выпуска. Секретная база Ну и напоследок расскажу вам об очень странном месте в глубине китайской пустыни, части провинции Синцзян. Люди узнали о нем, когда бывший агент ЦРУ опубликовал полученные результаты исследования и рассказал, что сооружение на этой картинке очень похоже на военную базу. Взглянув на расположение здания, вы сразу поймете, что оно явно похоже на место, где военные проводят свои операции. Однако более глубокое изучение показало, что это место возможно какой-то крупный экономический центр. Он находится слишком близко к городу и нет ничего, что ограждает их друг от друга. Однако там есть некоторые сооружения, похожие на испытательный полигон для вертолетов. Но что же это за место? Военная база, секретный бункер или что-то еще более интересное? Наверное, мы никогда не узнаем и думаю, что в этом и заключается большая проблема гугл-карт. Мы можем придумать множество теорий относительно увиденного, но никогда не узнаем, что же на самом деле происходит в этих местах. Ну а теперь настало время находок в Таиланде. Такие находки, от которых ваши волосы реально встанут дыбом. А теперь пришло время для редкого существа. О, что это за противная штука? Без сомнения, эта фотография доказывает, что в Таиланде полно странных и необычных животных. Существо было выточено рыбаком, это какая-то рыба-русалка с очень странной головой. По слухам, рыбак не успел отнести это домой, как тайская секретная служба его забрала. А что это, по вашему мнению, на кого похоже? Напишите в комментариях. В Таиланде на берегу нашли останки кита возрастом около 5000 лет. По мнению ученых, этот скелет принадлежит полосатику Брайда, который существует на Земле до сих пор. Исследователь Маркус Чо сказал, что так хорошо сохранившиеся кости – это очень редкая находка. Редко можно встретить не до конца окаменевшие останки китов, а уж в таком хорошем состоянии вообще редкость. Скелет включает в себя трехметровую голову, плавники, ребра, позвоночник и одну лопатку. Там же археологи нашли наскальные рисунки, их возраст предположительно составляет более 2000 лет. На них изображены антилопы и загадочные силуэты, что подтверждает гипотезу о том, что люди жили здесь в глубокой древности. Команда археологов несколько месяцев исследовала эту местность, в которой нашли 40 пещер, но рисунки нашли только в одной. «Я закричала, когда мы увидели картины», – поделилась археолог Каннига Примжай. Их изучение было очень сложным из-за плохого освещения и темного цвета стен. Но все эти рисунки не самые древние в Таиланде, так в стране были найдены такие рисунки, возраст которых составляет 11 тысяч лет. Детская футбольная команда «Вепер» из Таиланда решила прогуляться после тренировки. 12 ребят вместе с тренером отправились на экскурсию по пещере. Но проблема в том, что комплекс находится на глубине в 90 метров под землей, имеет множество ответвлений, в которых разобраться не так-то просто. Нагулявшиеся ребята двинулись в сторону выхода, но увидели, что они уже полностью затоплены. 10 километров блужданий по комплексу привели их в сухую пещеру. Там они провели 9 дней в полнейшей темноте, без еды и теплых вещей, пока их не нашли спасатели. Останки древнего гиганта археологи нашли, угадайте где? Правильно, опять в пещере Таиланда. Скелет этого гиганта был обнаружен в ноябре 2017 года. Похоже, что он сражался с большим рогатым змеем. Очень хорошо виден скелет гиганта с обернутой вокруг него змеей. А вот стоит обычный человек метр шестьдесят ростом. Вы ведь тоже видите, насколько массивным было это существо. Судя по крайней мере по этой фотографии, его рост составлял аж пять или более метров. Наконец-то мы получили неопровержимое доказательство существования человеческих гигантов. Группа туристов отправилась в плавание. И вдруг они наткнулись на существ, вид которых их сильно напугал. С виду были похожи на волосатых пещерных троллей или на эвоков из «Звездных войн». При этом они издавали какие-то музыкальные звуки с помощью непонятных инструментов. Одно существо сидело на камне и было видно его густую шерсть на спине. Остальные же стояли или проводили по пояс в воде и, похоже, проводили какой-то религиозный ритуал. Че думаете, это фейк или все по-настоящему? Международная группа ученых в Таиланде нашла останки ранее неизвестного динозавра. Сиамраптор сувати – так был назван динозавр, живший около 115 миллионов лет тому назад. Палеонтологи считают, что он был хищником ростом около 8 метров. Тело животного было покрыто чешуей, а зубы были похожи на акульи. Открытие поможет закрыть слепые зоны в истории динозавров. Впервые эти животные были обнаружены в 1914 году в Сахаре. Экспедиция обнаружила зуб динозавра, напомнивший ученому акулей. Зуб. Королевскую кобру длиной более 4 метров и весом около 15 килограммов поймали в канализации в Таиланде. О гигантской ядовитой змея спасателям сообщили местные жители. Они обнаружили рептилию рядом с жилым комплексом. На видео видно, как мужчина голыми руками достает кобру из мутной воды. Чтобы ее только удержать, потребовалось уже 5 человек. Спасатели, прибывшие на место вызова, были удивлены размером кобры. Они сначала подумали, что имеют дело с обычным питоном, но ядовитая змея была намного опаснее рептилии. Спасатели рассказали, что это было одной из самых огромных змей, что они вообще когда-либо видели в своей жизни. Сейчас же кобра находится в заповеднике. В 2017 году там нашли останки 2000 эмбрионов. Полиция считает, что это жертвы незаконных абортов. Люди обратили внимание после того, как в крематории сломалась печь. В помещении появился отвратительный запах. Властям удалось найти несколько клиник, которые и совершали аборты. Пока по подозрению в совершении преступления арестована одна женщина. Она, кстати, признала свою вину. Сейчас же полиция проводит рейд по 4000 клиник Бангкока, в которых могли проводить нелегальные операции прерывания беременности. Да, в Таиланде аборты разрешены, но только в том случае, если беременность наступила в случае изнасилования или по медицинским показателям. Жители тайской деревни были шокированы видом существа, которое родилось у местной буйволицы, рожавшей до этого здоровых телят. Новорожденный теленок умер сразу после родов, но его тело до сих пор вызывает немало вопросов. Селяне обозвали его гибридом буйвола и крокодила, потому что у странного теленка есть четыре ноги с копытцами, но все тело покрыто грубыми наростами, похожими на крокодилью кожу, и голова странно вытянута, словно морда крокодила. Вероятнее всего, что это все-таки обычный теленок, просто с генетической мутацией. Но, по словам жителей, рождение странного существа сулит хозяевам удачу и счастье, так как это божественный знак. На странном дереве, растущем в Таиланде, растут плоды, очень похожие на фигуру молодой женщины. Неудивительно, что этот факт уже вовсю обсуждают в интернете. Называется это дерево Нарипол. Цветет оно раз в 20 лет, а цветы, вернее, плоды этого дерева, на удивление, напоминают по форме женщины. Если внимательно изучить изображение, можно заметить, что некоторые из плодов слишком похожи друг на друга. Как думаете, это просто пластиковые фигурки или же настоящие плоды? Пишите свое мнение в комментариях. 37-летний мужчина собирал ракушки вместе со своей семьей, когда они наткнулись на редкий подарок судьбы. Довольно бедный рыбак собирается получить весьма немаленькие деньги за свою недавнюю находку на пляже в Таиланде в виде редкой оранжевой жемчужины стоимостью в 340 тысяч американских долларов. Он наткнулся на выброшенный на берег бой с несколькими раковинами, в том числе тремя прилипшими к нему раковинами улиток, которые его 35-летний брат в итоге забрал домой. Они передали их своему отцу, который, их почистив, обнаружил весьма немаленькую жемчужину. Сам рыбак утверждает, что за несколько дней до того, как ему посчастливилось найти этот дорогущий клад, он увидел достаточно странный сон. Рыбак в Таиланде был ошеломлен, когда поймал рыбу с жутким человеческим лицом. Сделал он это, когда ловил синих крабов. Вытащив сеть, мужчина увидел рыбу с лицом, похожим на уродливого человека, смотрящего на него. Это зрелище было настолько жутким, что он даже сначала подумал о том, чтобы бросить и рыбу, и сеть обратно в воду. Однако вместо этого он решил принести существо в свою деревню в надежде, что кто-то сможет узнать вид рыбы, но даже старейшины общины никогда не видели ничего подобного. Рыба с человеческим лицом вызвала такой переполох в деревне, что весть о странном существе добралась до местного морского центра, который отправил команду экспертов к нему домой для расследования этого вопроса. Тела сорока мертвых тигрят и останки других редких животных были найдены там же, в Таиланде. Тигриным храмом был назван Буддийский лесной монастырь, который приобрел мировую известность, когда выяснилось, что в этом монастыре живет множество диких тигров. Позже защитники животных обвинили монахов в жестоком обращении с животными и торговле их органами. По решению суда власти начали вывозить тигров из храма, так вот именно во время вывоза животных и была сделана страшная находка. Все тела находились в специальных морозильных камерах, там же, где монахи хранили пищу для тигрят. И они, по всей видимости, были убиты совсем недавно. Кроме того, в храме нашли контейнеры с внутренними органами животных, череп быка, рога оленей и даже мертвого кабана. Как думаете, какую цель преследовали монахи? Помните этих созданий из сериала «Доктор Кто»? Так вот, похожие на них черепа были найдены археологами на Кавказе. Они лежали в сундуке, на котором была эмблема немецкой организации, известной как «Анинервы». В 1940 году общество вело активную деятельность, и ее целью был поиск мистических реликвий. Судя по форме черепов, существа, которым принадлежали эти останки, определенно были рогатыми и ходили на двух ногах. У них также не было и рта, но по бокам находились два отверстия. Кому принадлежали эти черепа, и что именно искали Анинербы на Кавказе, остается для нас загадкой. В Шотландии совершенно случайно была обнаружена пещера с 17-ю крошечными гробами, каждый из которых менее 10 сантиметров в длину. Они запросто поместятся даже у вас на ладони. Гробики были сколочены гвоздями для ботинок, а внутри находились разные фигурки мужчин в одежде. У некоторых отсутствовали одна или две руки. Но кто и почему это сделал, до сих пор остается неясным. Возможно, они были частью магического ритуала в Вуду. Ладно, ищу Вуду, но в Таиланде обнаружили кое-что интереснее. Там археологи нашли кости чего-то безумно огромного. Одна только голова 3 метра в длину, а весь скелет аж целых 12. Ученые уже нашли сотню таких скелетов. Предполагается, что останки принадлежат британскому киту, жившему около 5000 лет назад. Это открытие нам полностью доказывает, что несколько тысяч лет назад Юго-Восточная Азия была полностью покрыта водой. Следующее открытие уровня Лары Крофт было сделано в Египте. В 2019 году археологи обнаружили 30 деревянных саркофагов с мумиями, похороненными на кладбище Аля-Саси около 3000 лет назад. И несмотря на такой, казалось бы, гигантский возраст, они идеально сохранились. Гробы лежали один на другом в несколько слоев и были обнаружены совершенно случайно. Это стало крупнейшим открытием в Египте за последнее столетие. Но пока в 2020 году археологи не нашли еще одно тайное захоронение с 59 саркофагами. Находка находилась в древнем некрополе Сахары на глубине в 10, 11 и 12 метров. Каким-то непонятным чудом все мумии сохранились в идеальном состоянии, несмотря на то, что им более 2500 лет. На самих саркофагах все еще оставались краска и воск, который использовался для придания блеска. Ученые до сих пор ломают головы, кому же понадобились такие маленькие гробницы. Казалось бы, все самые жуткие находки находят только в Америке да Египте, но то, что нашли в Украине, это просто что-то с чем-то. Там был найден древний курган, открывший миру удивительную историю любви. Из могилы были вытащены мужчины и женщины, которые обнимали друг друга уже более 3000 лет. Но вот что именно с ними произошло, навсегда останется загадкой. А эта маленькая мумия, найденная в чилийской пустыне Атакама, сводит с ума ученых по всему миру уже почти 20 лет. Длина скелета всего 15 сантиметров, а необычно вытянутый череп наводит на инопланетное происхождение. Анализ ДНК показал, что это был человек, однако эту аномалию ученые до сих пор не могут объяснить. В 2020 году во время раскопок египетской гробницы археологи обнаружили тело крокодила. Поначалу они не придавали этому никакого значения, но дальнейшие раскопки показали, что это могила с 11 мумифицированными крокодилами. Они были под песками более двух с половиной тысяч лет. Вот только зачем мумифицировать крокодилов? В чем вообще смысл? Ранее в Египте тоже находили подобное, только внутри их тела были куски говядины. Но зачем? Все-таки хорошо, что мы не живем с динозаврами, но скорее всего так было не всегда. Это доказывают керамические статуэтки, найденные недалеко от города Акамбара в 1944 году. 33 тысячи статуэток были сделаны около пяти тысяч лет назад. Но самое потрясающее это то, что большинство из них изображают динозавров. Вот только тут появляется несостыковка, потому что о динозаврах люди узнали только в 19 веке. Откуда древние люди взяли макет динозавров? Напишите, что думаете в комменты. А в 2007 году строители откопали в Дании странный череп. Сначала его приняли за череп лошади, но позже оказалось, что он все-таки похож на человеческий. Когда ученые его исследовали, они были просто в шоке, потому что останки не относятся ни к какому ныне живущему существу. Хотя возраст черепа не превышает даже 800 лет. И пока ученые это изучали, художники смоделировали внешность этого чего-то. Так, подождите, походу я знаю, что это череп. Южная Америка. Посмотрите на мумию человека с двумя головами. Рост этой находки составляет 3,5 метра. Согласно одной из версий, это мумия сиамских близнецов с гигантизмом. Болезнью, которая вызывает аномальный рост. Или же просто двухголовый инопланетянин, что думаете? Во время ремонта дорог в центре города Хойо в Китае рабочие обнаружили 43 окаменелых яйца. Они пролежали в земле 70 миллионов лет, причем 19 из них все еще были в отличном состоянии. Некоторые достигали до 13 сантиметров в диаметре. Но кому же именно они принадлежат, ученые до сих пор пытаются выяснить. Гарри Поттер нашел философский камень. А британскому студенту Аарону Смиту повезло еще больше. Гуляя по пляжу, он обнаружил загадочный камень размером чуть меньше футбольного мяча. Когда студент его открыл, внутри оказалась окаменелость очень редкого морского моллюска, жившего на земле 185 миллионов лет назад. Снаружи он был покрыт золотым перитом, поэтому если его отполировать, то яйцо станет золотым. Археологи часто находят мумии кошек в Египте. Но когда это открытие двух с половиной тысяч лет недавности прошло различные исследования, результаты повергли ученых в шок. Оказалось, что внутри мумии было целых пять задних ног, три хвоста, отсутствовали ребра и вместо головы лежал клубок шерсти. Что бы это могло быть? Пишите в комменты. Недалеко от египетского города археологи обнаружили древнейший в истории протез. Протез большого пальца ноги из дерева и кожи принадлежал мумифицированной женщине, похороненной в 950 году до нашей эры. Качество работы просто поразительное, если мы учтем уровень медицины в то время. Ученые во Франции нашли бедренную кость динозавра, гигантские размеры которой, честно, меня шокируют. Два метра в длину, что выше среднего человека, а вес 500 килограммов. Ученые были поражены идеальному состоянию кости, так как на ней даже сохранились следы сухожилия. По предположениям, кость принадлежала представителю самого крупного класса динозавров – зауроподов, достигавших 20 метров в высоту. А жители китайской деревни наткнулись на останки дракона. Скелет 18 метров в длину, похож на очень большую змею с рогатой головой дракона. Ученые пока что никак не прокомментировали это открытие. Считается, что это просто обычный фейк, однако надеюсь, что сказки не станут все-таки реальностью. Если бровозская статуя из «Игры престолов» захочет поиграть в футбол, то у Боснии и Герцеговины есть подходящий для нее мяч. Именно там археологи обнаружили в лесу гигантский шар из базальта и железа весом в 37 тонн и диаметром в 3 метра. Только сравните его размер вот с этой девушкой. Поблизости все еще много похожих шаров, но намного меньше диаметром. Геологи считают, что камни притягивали к себе твердые частицы, пока не превратились в огромные шары. По мнению других экспертов, огромные каменные скульптуры были созданы неизвестной древней балканской цивилизацией. А если этим каменным гигантам из «Хоббита» понадобится посуда, то добро пожаловать на Лаос. Тут были найдены тысячи огромных каменных кувшинов высотой в 3 метра и весом в 6 тонн. Ученые до сих пор не имеют понятия, как они тут появились и для чего вообще использовались. Если опираться на самую популярную теорию, то кувшины использовались для сбора дождевой воды или в качестве крематория. А это видео из пещеры в Таиланде стало очень популярным. В интернете все были просто в ужасе, когда видео с гигантским 6-метровым скелетом человека напоминало змею. К большому счастью оказалось, что это просто творение тайваньского художника. Тем не менее, с каждым днем археологи продолжают находить всякие странные вещи, которые наука до сих пор не может объяснить. Настало время рассказать вам про самые безумные находки, найденные подо льдами. Мамонтенок Юка Начнем наше увлекательное путешествие из Сибири, самого холодного региона России. В 2010 году группа ученых проводила раскопки на южном побережье моря Лаптевых. И все шло своим чередом, пока под слоями льда исследователи не обнаружили огромный хобот. Казалось бы, слоны обитают только в теплых странах. Верно, однако это была мумия настоящего мамонта, который жил на нашей прекрасной планете 39 тысяч лет назад. Оледенелые останки весом в 106 килограммов доставили в лабораторию и после исследования выяснили, что это был 6-летний детеныш, рост которого на момент замерзания составлял более полутора метров. Назвали этого малыша ласково, Юка. На удивление, он отлично сохранился. Осталась даже доисторическая шерсть, которая позволила сделать несколько важных научных открытий в области исследования древнего мира. Номер 9. Эпи. Холод имеет уникальное свойство продлевать жизнь, поэтому в современном мире так популярны крио-сауны. Одним из первых любителей этой процедуры был молодой человек по имени Эпи, проживающий на территории современной Австрии 5000 лет назад. Любитель экстремальных космических процедур отправился в горы, однако это было его последнее путешествие. Обледеневшую мумию молодого человека ученые нашли относительно недавно и были очень удивлены. В его желудке были обнаружены останки его доисторической трапезы, а в плече был обнаружен наконечник стрелы. Как позже писали National Geographic, проведенный специалистами анализ ДНК показал, что у древнего ледяного человека есть как минимум 19 живых родственников, и он являлся потомком жителей Корсики или Сардинии. Арктика – удивительное место. Если поискать, то там можно найти много интересных и необычных существ. В огромных шерстяных горилл, напоминающих йети, люди вряд ли поверят, а вот в огромного монстра, способного перекусить пополам кашелота, почему бы и нет. Так, в 2008 году у берегов Норвегии был обнаружен скелет самого большого в мире водоплавающего существа, имя ему Плезиозавр. Жило это чудище на нашей планете примерно 60 миллионов лет назад и питалось крупной рыбой. Перед ним даже легендарный Мегалодон покажется безобидным созданием. По словам ученых, в его пасте мог поместиться небольшой автомобиль, а размах плавников составлял более 5 метров. На данный момент это самый большой скелет доисторического монстра, найденный за последние 50 лет поисков. Шокирующими могут быть не только древние создания, но и куда более примитивные находки. Когда в 2013 году во льдах на острове Ордхан была найдена обычная бутылка с запиской, никто не придал ей особого значения. После вскрытия было обнаружено, что находка является капсулой времени, в которой содержится важная информация для потомков. Оставил ее 54 года назад некий Пол Уокер. Он просил измерить расстояние от камней, где была найдена бутылка, до ледника. В 1959 году расстояние составило 51 метр, а в 2013 уже 122. Это наглядно показало исследователям скорость таяния ледяного покрова Земли, что еще больше заставило их задуматься о проблеме глобального потепления. И, кстати, да, рубрика с находками, которые испугали всех ученых, уже является нашей постоянной рубрикой. Недавно мы вам рассказывали о находках в Таиланде, в Азии, сегодня рассказываем о находках подо льдами. И если вы продолжите нас смотреть, то уже очень скоро узнаете о безумнейших находках в Соединенных Штатах Америки, об очень странных находках в болотах, в Японии, короче, во всех частях нашей с вами планеты. Поэтому, если вам реально нравится эта рубрика, то не забудьте подписаться на наш канал. Идем далее. Сокровища Если вы обожаете зимой копаться в снегу и строить огромные туннели, спешу вас обрадовать. У вас есть уникальный шанс найти самые настоящие сокровища, точно такие же, как и во льдах швейцарских Альп. Почти 10 лет назад путешественники обнаружили на склонах несколько мешков, а также небольшую металлическую коробку. После вскрытия они обнаружили в ней около 100 драгоценных камней, включая рубины и даже алмазы. Общая сумма находки оценивалась почти в полмиллиона долларов, но и это еще не все. В мешках была дипломатическая переписка высокопоставленных чиновников из Индии и Великобритании. Как они туда попали, остается большой загадкой. Одной из версий называют крушение самолета, однако найти его обломки путешественникам так и не удалось. Вирус Нам уже понятно, что в ледниках можно найти что угодно, но как насчет вируса? Да, того самого, что в древние времена гулял по нашей планете, и несмотря на возраст в 30 тысяч лет, до сих пор представляет опасность. Но не волнуйтесь, нам бояться нечего. Как утверждают ученые, подобные вирусы совершенно безопасны для человека, так как они паразитируют только на амебах. Однако, несмотря на это, он весьма коварен. В отличие от его более мелких собратьев, он завлекает амеб к себе, притворяясь безобидной бактерией. Как только одноклеточное создание, обитающее в морях, дотронется до него, вирус начнет деление, ежеминутно производя на свет десятки своих точных и не менее кровожадных копий. Раньше на территории современного Перу процветало могущественное государство инков. Они быстро освоили письменность и по праву считались одними из самых мудрых народов Южной Америки. К сожалению, государство пало под натиском испанцев, однако это уже совсем другая история. Так, в 1999 году во льдах ученые обнаружили три прекрасно сохранившиеся мумии. У одной из них была идеальная кожа, которой позавидовали бы многие современные подростки. Как показала экспертиза, тела принадлежали перуанским девочкам, которых принесли в жертву примерно 600 лет назад. В данный момент эти мумии стали настоящими знаменитостями, ведь они побывали уже в 85 странах, а посмотреть на них ежегодно приходят сотни тысяч человек. Такой славе могли бы позавидовать многие современные музыканты. Согласны? Северный полюс вот уже более 200 лет является базой инопланетян. Это никакая не шутка. Ученые со всего мира уже на протяжении 6 лет ломают голову над снимком, который облетел весь интернет и стал настоящей сенсацией. На кадрах с беспилотника отчетливо видно НЛО, которое благополучно ожидает своих хозяев на борт. Согласно измерениям, диаметр диска составляет более 70 метров, что сопоставимо со снимками, полученными ранее. Также объекты попадают на камеру и по сей день. Последнее фото НЛО Северного полюса датировано мартом 2020 года. Кому-то удалось снять космический корабль прямо во время приземления, однако уже через пару минут от него не осталось и следа. А жаль, ведь хочется верить, что мы не одиноки в этой вселенной. Чуть более века назад весь мир окутала война. Многие страны прекратили свое существование, а солдаты гибли миллионами. Однако каково было удивление альпинистов, которые обнаружили в снегах более 80 мумий солдат Австро-Венгерской империи? Произошло это событие в 2004 году и вызвало небывалый резонанс в СМИ. Как выяснили ученые, во время того сражения температура опустилась до 22 градусов по Цельсию, что привело к обморожению многих участников той военной колонны. У солдатов даже не испортилась одежда, но, что более удивительно, удалось установить личности большей части мумий, включая солдата по имени Ромео, который так и не успел отправить записку своей возлюбленной. Шерстистый носорог Шерстистые носороги обитали на территории современной Сибири примерно до 8000 года до нашей эры. Эти свирепые создания были похожи на своих современных сородичей, правда, жители ледникового периода были в разы крупнее и опаснее. Казалось, что полноценного скелета носорогов просто не существует в природе, однако совсем недавно были обнаружены останки детеныша, которого долго хранила в своих объятиях вечная мерзлота. Данная находка стала абсолютной сенсацией, а о находке якутских ученых узнал весь научный мир. Так, ну что, могу сказать вам лишь одно большое спасибо, что досмотрели до конца. Это был целый час удивительных находок, и я очень рад, что вам это нравится, и вы досмотрели прямо до самого конца. Попрошу вас прямо сейчас спуститься в комментарии и написать ключевое слово «ракета», так я узнаю, что вы досмотрели до самого конца. Ну а всем огромнейшее спасибо за просмотр, и посмотрите наши предыдущие топовые выпуски.